Добрый вечер! Новости на Первом в Молдове. С вами Надежда Вербицкая. Коротко о главных темах этого дня. Надежное плечо для бизнес-леди. Мы сейчас планируем создание дополнительно 10 рабочих мест, как минимум, на первом этапе. 9 предприятий, управляемых женщинами, получили от Организации по развитию малого и среднего бизнеса невозвратные гранты на расширение производства и выход на новые рынки сбыта. Тише едешь, дальше будешь. Каждые 24 секунды где-то погибает человек на дорогах. Это отец, это мама, это брат, сестра, друзья. Во Всемирный день памяти жертв автомобильных аварий участников дорожного движения попросили быть максимально внимательными на дорогах. И трубы горячее, и счета полнее. Мы получим где-то 30-40% экономии тепла, соответственно, финансовых средств, которые мы можем перенаправить на другие полезные вещи. Один из столичных детских домов после реализации проекта по повышению энергоэффективности сможет сэкономить на отоплении, но не за счет снижения температуры. Еще 9 молдавских предприятий, которыми руководят женщины, получили гранты до 1 млн 649 тыс. леев. Это поможет им расширить бизнес, нарастить персонал, найти новые рынки сбыта, в том числе за рубежом. Финансовую поддержку оказали по итогам конкурса, организованного в рамках программы «Женщины в бизнесе». Проект запустила организация по развитию малых и средних предприятий. С 2015 года Елена Ветрищ из села Кириленюнгенского района управляет плантациями Годжи. Планирует расширять производство и, помимо ягод и посадочного материала, начать выпуск соков, варенья и энергетиков. Инвестиционный проект превышает 1 млн 200 тыс. леев. 700 тыс. она получила в форме гранта. В этом году я обрабатывал, опять же, на проект «Фемейная в обслуживания» для того, чтобы собрать стилу для прелекции Годжи. Где Годжи, который будет процесс, получат соков, сладки, на базе которых будут стоять, как и другие годжи, но будут быть и в обслуживание с другими годжами, чтобы иметь более крупный, для того, чтобы выйти на территории и на территории. У жительницы Чедерлунги Валентины Узун бизнес в буквальном смысле идет как по маслу. Ее предприятие производит масла холодного отжима из виноградной косточки, семян тыквы, орехов и других культур. Свой товар она уже отправляет в десятки стран мира, но хочет расширить дело и нанять больше сотрудников. Нам утвердили проект, который стоит больше 2 миллионов 900 тысяч лей, в том числе грант 1 миллион 620 тысяч. Мы уже давно работаем на рынке с 2011 года. На сегодняшний день вся наша деятельность сфокусирована на производстве масел холодного отжима. Мы имеем достаточно динамично растущий экспорт, но у нас опять-таки стоит, конечно же, задача увеличения ассортиментной матрицы, уменьшения затратной части. Мы сейчас планируем это создание дополнительно 10 рабочих мест как минимум на первом этапе, но к концу следующего года, когда мы внедрим полностью весь проект, у нас количество персонала должно удвоиться. В 2007 году Алла Бабалео открыла в родном селе Пелинея Дрокиевского района пекарню. Сейчас там работает 30 человек. Пришла пора наращивать мощности. Но для того, чтобы традиционные молдавские плаценты можно было продавать за рубежом, нужно купить оборудование. Из девяти компаний, получивших гранты, четыре используют средства для того, чтобы выйти на внешний рынок. Эта компонента предназначает аккордирование нерамбурсабельного финансирования до 1.650.000 лей. Сигурно, это удовлетворение для нас, чтобы увидеть, что в Республике Молдова есть женщины, которые могут проводить оборудование, и они уверены абсолютно, что эти женщины будут дать нам наличие и в страну, они будут продумать страну. Общая сумма финансирования второго этапа распределения невозвратных кредитов достигла 10 миллионов леев. Заявки на участие в проекте «Женщины в бизнесе» можно подавать до 9 декабря. Чтобы получить грант из госбюджета, заявитель, точнее заявительница, должна быть готова покрыть из своих средств 30% от общей суммы инвестиционного проекта. Нетрудоустроенные ветераны войны будут получать медицинскую страховку бесплатно. Соответствующий законопроект парламент утвердил во втором чтении. Одновременно депутаты приняли поправки в закон о дополнительной социальной защите некоторых категорий населения, которые предусматривают увеличение с 250 до 500 леев размера ежемесячного государственного пособия, оставшимся в живых супругам, участников Второй мировой войны, или боевых действий в мирное время, которые пали при исполнении служебных обязанностей. К этой же категории относятся и супруги участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или умерших инвалидов войны. ЦИК подвел итоги второго тура президентских выборов. Решение избирательных властей поступит на рассмотрение в Конституционный суд, который должен утвердить результаты голосования. Решением ЦИК лидер ПДС Майя Сэндо объявляется избранным президентом страны. Документ может быть опротестован в апелляционной палате Кишинева в течение трех дней. Ранее действующий глава государства Игорь Дадон объявил, что его команда изучит законодательные нормы и опротестует результаты в суде. Я хочу, чтобы все эти инвалиды были установлены в суде, чтобы получать решения в следующий период, потому что мы еще получаем решения. И тогда, когда в следующие решения, кто-то будет идти на автобусы, и они будут идти на решение в суде, и кто-то будет contestать. Мы знаем, что у них были решения в суде, которые сказали, что это инвалиды или не инвалиды. Решение Центризбиркома о президентских выборах будет передано в Конституционный суд. Единственное учреждение в стране, уполномоченное утверждать результаты голосования. Тем временем президент Игорь Дадон по-прежнему настаивает на досрочных выборах в законодательный орган. По его мнению, они должны пройти в октябре-ноябре 2021-го. А до тех пор ПСРМ изучит возможность создания краткосрочной парламентской коалекции с правыми партиями. Игорь Дадон утверждает, что сейчас в парламенте около 40 депутатов не поддерживают идею досрочных выборов. Если к ним присоединятся 37 законотворцев от фракции социалистов, то их будет около 70. Президент говорит, что если некоторые парламенты, которые будут решить, что они будут решить, что они будут решить, что они будут решить. Президент говорит, что если некоторые партии в парламенте выдвинут вотум недоверия правительству, то он будет обречен на провал. Да и сформировать новый Кабмин при нынешнем раскладе сил в парламенте практически нереально. Самым подходящим временем для досрочных выборов Игорь Дадон называет осень будущего года. Президент отметил, что на данном этапе в законодательном органе нет коалиции. До конца года фракция ПСРМ не намерена рассматривать никакой другой возможный парламентский союз. А после, по мнению Игоря Дадона, идеальным вариантом могла бы стать широкая коалиция левых и правых политических сил. Глава государства утверждает, что это большинство должно быть сформировано между двумя партиями с высокой легитимностью – ПСРМ и ПДС. В то же время Игорь Дадон заявил, что не будет принимать перебежчиков во фракцию по СРМ. В настоящее время парламентская фракция по СРМ насчитывает 37 депутатов, а ПДС – 17. Проекты правительства также поддерживают в законодательном органе три независимых народных избранника. Игорь Дадон в ближайшее время не намерен занимать руководящую должность в государстве. После окончания своего президентского срока политик хочет заняться перезагрузкой партии социалистов. Кроме того, он продолжит поездки по населенным пунктам страны. Действующий глава государства Игорь Дадон призвал избирателей рассматривать президентские выборы как свершившийся факт. По его словам, это голосование стало первым за последние 10 лет, когда люди не вышли на улицы. Лучшего результата никто и ждать не мог. Президент заявил, что у него есть возражения против того, как прошли выборы 15 ноября в странах ЕС. Он подал апелляции и пойдет строго по законному пути, но без дестабилизации ситуации в стране. В то же время Игорь Дадон заявляет, что не уйдет в отставку с поста президента раньше, как прогнозируют некоторые политологи. Его мандат истекает 23 декабря. Существует... Кроме истекает 23 декабря. или в депутатии в депутатии журномäch 2005 ответа до 21 декабря, до 21 декабря, до 21 декабря. Я не буду дать земли, и не знаю, что мне выб must march в субь готов 170 мем. Теперь я, из-за депутатии журномочного нового веселения, Приняв руководство по СРМ, Игорь Дадон намерен реформировать партию и будет продолжать помогать народу. Игорь Дадон также говорит, что в ближайшее время поставил себе цель объехать страну. В первую очередь он посетит те населённые пункты, где на президентских выборах массово проголосовали за его кандидатуру. Первый визит на места состоится 21 ноября в Гагаузию, где за Игоря Дадона проголосовали 95% избирателей. Действующий президент также заявил, что продолжит борьбу за государственность Молдовы и ценности этой страны. Если мы увидим, что следующий президент попытается что-то сделать против государственности Республики Молдовы, против наших ценностей, мы будем делать всё возможное, чтобы заблокировать. И законными путями, и через парламент, и через протест, если нужно будет. Церемония инаугурации нового президента состоится 24 или 25 декабря. Финансовое состояние Юрия Реницы будет проверено Национальным агентством по неподкупности. Социалист Влад Батрынча уведомил учреждение об обнаруженных несоответствиях в декларации о доходах депутата и получил ответ по этому поводу. Финансовое состояние Юрия Реницы По словам Батрынча, бывший посол Республики Молдова в Бухаресте Юрий Реницы оказался на этой должности незаконно. Социалист утверждает, что и об этом он уведомил прокуратуру. Промывание ему в работе в амбасаде в году 2010 было проведено, было проведено с важными требованиями в правилах депутата. Но так и есть, чтобы получить политические решения, когда кто-то отправил амбасадор в Бухарест. Для того, чтобы он отправил амбасадор, он продолжает получить этот уровень дипломатик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В то же время бывший дипломат допустил ряд нарушений в финансовом управлении посольством. Продолжение следует... 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 В Кишиневском детском доме мама Маргарита стала теплее в буквальном смысле. Закончился ремонт по термоизоляции здания, где в доме сейчас воспитываются 8 мальчиков от 7 до 18 лет. Проект по уцеплению здания помогло реализовать посольство Венгрии в Молдове. Здание после ремонта осветил епископ Римско-католической церкви в Молдове. Детский дом назван в честь католички Маргариты Акиены, которая в свое время посвятила жизнь воспитанию сирот. Первый кружок для детей открыл сын Маргариты – Иоанн Боско. Он был причислен к лику святых католической церкви. В период индустриализации Италии Италия столкнулась где-то с теми же проблемами, какие у нас есть сейчас. Родители уходили в большие города, дети оставались без присмотра, дети были на улице, много сирот. И вот Дон Боско, священник Римско-католической церкви, начал их привлекать к себе, начал организовывать какие-то кружки. Проект задумали в этом году и смогли реализовать до начала отопительного сезона. После термоизоляции здания в детском доме стало так тепло, что некоторые ребята ходят в футболках. Мы получим где-то 30-40% экономии тепла, соответственно, финансовых средств, которые мы можем перенаправить на другие полезные вещи. Дорого стоит тепло, дорого стоят коммунальные услуги. И это один шаг вперед для того, чтобы экономить средства, выделяемые для поддержки этого дома. С деньгами на утепление здания помогло венгерское посольство в Молдове. Был поднят вопрос, каким образом мы могли бы помогать. Конечно, в зависимости от наших сил, потому что Венгрия маленькая страна. И у господина епископа была хорошая идея. Он сказал, что здесь находится это социальное учреждение, которое нуждается в какой-то ремонтной работе. Николай живет в этом детском доме уже 8 лет. Все эти годы у него необычная семья. 7 ребят и воспитатели. Николай живет в комнате еще с двумя ребятами. Здесь же, после школы, делает уроки. Но честно признается, больше любит отдыхать, а не заниматься. В детдоме есть компьютерный зал. Там можно готовиться к урокам, а можно играть. Они могут играть в различные игры. У них крутые, самые крутые, навороченные все программы. И дети очень счастливы. Во дворе детдома спортивная площадка. Ребята говорят, что играют в баскетбол, футбол. Но больше любят все-таки футбол. Тем более, что с поиском игроков у них никаких проблем. Только дай клич. В свободное время ребята выходят гулять. Но воспитатели следят за тем, чтобы их не увлекла опасная свобода и уличная жизнь. Детдом мама Маргарита работает с 2011 года. Руководители центра говорят, что решили помогать именно мальчикам, потому что они чаще девочек попадают в плохие истории и сворачивают на опасный жизненный путь. Сотрудники центра говорят, что за 13 лет работы помогли сотням детей и подростков. Некоторых ребят смогли вернуть в биологические семьи. В этом году реализовано множество проектов для школ, Кишинева и пригородов. Отремонтированы десятки дошкольных учреждений, гимназий и лицеев. Среди них детский сад номер 223 коммуны Тагатин. Благодаря инвестициям столичной премырии в детсаду смогли капитально отремонтировать помещения для двух групп. Обустроить детские площадки и восстановить лестницу внутри здания. Ремонтные работы были завершены в октябре. Сейчас группы, которые посещают малыши от 3 до 6 лет, не узнать. Ремонтные работы были выполнены в группе, в том числе группы, в бухгалтере, в dormице. Ремонтные работы были выполнены в таван, перец, подиауа. Директор детского сада говорит, что стены можно было разбить даже руками. А из-за старого пола в помещении было холодно. На деньги, выделенные из муниципального бюджета, руководителям учреждения удалось отремонтировать лестницу, которая, по их словам, была в катастрофическом состоянии. Скрыли для акцесса были веки, вопсители, 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 которые спрактикали anteriormente. Стали бары для помогать детей на стороне, на стороне и на стороне, на стороне, на стороне, на стороне, для урока и кубыры. Успели отремонтировать и беседки, где гуляют дети. А в будущем руководство намерено обустроить 7 современных детских площадок. В общей сложности мэрия Кишинёва выделила на работы 800 тысяч леев. Детский сад номер 223 коммуны Тагатина посещает 180 детей. В прошлом году учреждения утеплили и заменили окна в рамках проекта, который финансируется фондом энергоэффективности. По словам мэра населённого пункта, готовы ещё два проекта, на которые попросят средства из муниципальной казны на следующий год. Речь идёт о реконструкции системы отопления и освещении в местной гимназии. Местные власти также планируют отремонтировать несколько остановок общественного транспорта и обустроить три новые. На многих столичных улицах продолжается ремонт. До 29 ноября заменят канализационные сети на университетской. Транспортный поток, особенно плотный здесь по утрам, перенаправят на соседние. Водителям в ближайшую неделю нужно учитывать это обстоятельство. А вот участок улицы Дософтея от Сфатулцери до Триколорулу перекрыт до конца года. Причина та же – замена подземных коммуникаций. В мэрии приносят извинения за причинённые неудобства и рекомендуют соблюдать временные знаки. Каждый час во всём мире в результате ДТП погибает около 3700 человек. С 1995 года в каждое третье воскресенье ноября мировое сообщество отмечает Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. По этому случаю Национальная инспекция общественной безопасности совместно с рядом партнёров из общественных организаций провела флэш-моб. Всех участников дорожного движения призвали соблюдать ПДД. Во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий мы призываем вас быть осторожными на дорогах, всегда пристёгивать ремни безопасности, не проходить дорогу в неположенных местах, не пользоваться мобильным телефоном за рулём и не превышать скорость – одна из главных причин ДТП. Не будем забывать, что безопасность – приоритет для каждого из нас. И дома нас всегда ждут наши близкие. По словам организаторов, в цели акции – привлечь внимание к проблеме всех участников движения, как водителей, так и пешеходов. Каждые 24 секунды где-то погибает человек на дорогах. Это отец, это мама, это брат, сестра, друзья. Сегодня мы собрались вместе с нашими партнёрами, чтобы создать так называемую колонну в честь памяти жертв ДТП. Мы призываем, естественно, всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, потому что элементарно детское удерживающее устройство, применение светоотражающих элементов в тёмное время суток, соблюдение скоростного режима и другие правила – это всё спасает жизни. По официальным данным, чаще всего дорожно-транспортные происшествия в Молдове провоцировали любителей превысить скорость. Прохожие и водители, ставшие свидетелями, этого флэш-моба говорят, что их нужно проводить чаще, так как люди часто забывают, что они не одни на дороге. В первые месяцы года в Молдове зарегистрировали 1613 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1827 человек получили травмы и 198 погибли. Ежегодно в мире в ДТП погибает больше 1,350,000 человек. 1422 новых случаев заражения коронавирусом сегодня выявили в Молдове. 1350 человек объявлены излечившимися. В Минздраве сообщили, что проведено 3500 тестов. К сожалению, 20 человек скончались. В больницах на грани жизни и смерти находится 251 пациент. Этим утром премьер заявил, что уже через несколько недель медицинская система страны будет на пределе. Иоанн Кикл просит граждан следовать рекомендованным мерам и тем самым уберечь себя и близких от заражения. Про ситуацию с коронавирусом в стране премьер написал в Фейсбуке. «Мы занимаем 19-е место в Европе по количеству зарегистрированных случаев на 1 миллион населения и 13-е по числу умерших на 1 миллион населения. Хотя на данном этапе у нас ещё есть места в больницах и отделениях интенсивной терапии, через несколько недель медицинская система будет на пределе. И у нас будут большие трудности с приёмом новых пациентов с COVID-19», – написал премьер на своей странице. Глава Кабмина заявил, что власти не могут принимать меры по ограничению экономической деятельности и свободного передвижения граждан. «Арсенал госсредств, позволяющих остановить распространение этого вируса, весьма ограничен. В этой ситуации я прошу граждан Молдовы проявить максимум внимания и ответственности не только к своему здоровью, но и к окружающим. Я знаю, что в маске трудно дышать, но с помощью этого средства защиты у нас появляется дополнительный шанс остаться здоровым, остаться в живых». Ношение масок как в закрытых общественных местах, так и в открытых, становится обязательным в Кишинёве и пригородах. Решение принято муниципальной комиссией по чрезвычайному положению в здравоохранении. Напомним, столица лидирует по числу заражённых коронавирусом. На неё приходится примерно половина заболевших. Решением муниципальной комиссии по чрезвычайному положению в здравоохранении Кишинёв и пригороды остаются красной зоной. Ношение масок обязательно как в открытых общественных местах, так и в закрытых. Члены комиссии подготовили ряд мер и ограничений, но пока обнародовать их не будут. В течение всей следующей недели будут проводиться консультации и внезапные проверки в ночных клубах, ресторанах, магазинах, на рынках и в транспорте. И лишь после анализа полученных результатов будет принято окончательное решение об ограничительных мерах, которые будут введены в Кишинёве в целях борьбы с распространением коронавируса. Также комиссия уполномочила ответственных чиновников провести дискуссии с главами предприятий и учреждений, работающих в столице, с тем, чтобы были пересмотрены графики работы служащих, таким образом, чтобы избежать многолюдности в транспорте в часы пик. И не только. Рекомендуется установить для сотрудников градуированное начало рабочего дня с получасовым интервалом с 7, 7.30, 8, 8.30 и 9. Это касается как государственных, так и частных учреждений. Все принятые ранее ограничения остаются в силе. Новые решения будут опубликованы в следующую пятницу, 27 ноября. 1350 мужчин, переболевших коронавирусом с начала пандемии, сдали плазму, которая пойдет на лечение тех, кто тяжело переносит болезнь. Минздрав призывает каждого, кто одолел ковид, найти время и заехать в Центр переливания крови, чтобы помочь тем, кто сейчас может находиться на грани жизни и смерти. Из плазмы, сданной 1357 донорами, переболевшими коронавирусом, получилось более 4,5 тысяч терапевтических доз для пациентов с тяжелыми формами COVID-19. В Минздраве призывают всех переболевших мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний последовать примеру доноров. Для этого филиалы Центра переливания крови в Кишиневе, Бельцах и Кагуле нужно предоставить справку о том, что лечение успешно завершено. Плазму сдают не ранее, чем через две недели после излечения, когда антитела, выработанные в крови, достигают максимальной концентрации. Донорам не могут стать лица, страдающие с сахарным диабетом, заболеваниями сердца, легких почек или печени. Штрафы за нарушение мер профилактики, предотвращение и борьбы с эпидемзаболеваниями сократят. Поправки сегодня утвердили депутаты парламента. Согласно одобренному парламентариями документу, максимальная сумма штрафов, налагаемых за несоблюдение санитарных мер, сократится практически в 10 раз. Таким образом, физические лица, уличённые в пренебрежении рекомендациями и требованиями властей в период эпидемии, заплатят за халатное отношение к своему и общественному здоровью от 2 до 5 тысяч леев. Ранее эта сумма колебалась от 22,5 до 25 тысяч. Для юридических лиц размер штрафа составит от 10 до 35 тысяч, против нынешних 50-75 тысяч. Однако, если нарушитель в течение года был ранее штрафован за аналогичный проступок, то штраф будет более чувствительным для его кармана. Так, за повторное нарушение физическому лицу выпишут от 15 до 25 тысяч леев, юридическому – от 50 до 75 тысяч. Смягчится и наказание за представление ложных или неполных данных или отказ предоставить данные, необходимые для заполнения эпидемкарточки при въезде в страну с 22,5 до 2,5 тысяч леев. Детский фонд ООН бьет тревогу. Из-за коронавируса может появиться потерянное поколение. Пандемия негативно сказалась на образовании, питании и состоянии здоровья 500 миллионов детей по всему земному шару. У многих нет доступа ни к качественному обучению, ни к медицине. Многие голодают или питаются некачественно. ЮНИСЕФ рекомендует властям государств мира обратить пристальное внимание на эту проблему. Доступ к образованию не всегда есть даже у детей из благополучных семей. В этом году процесс практически повсеместно осуществлялся с перебоями. А там, где обучение шло, нельзя сказать, что оно было на уровне. Мало того, говорят в ЮНИСЕФ, школа – это не просто информация, которую диктуют учителя и должны заучить ученики. Это целый комплекс образования, здоровья, социум. И ни один из этих элементов нельзя убрать из жизни ребёнка. Мы должны подумать об обучении, здоровье, иммунизация, nutричность – это основания для жизни. Если ни один из этих элементов не работает хорошо, если дети не учатся, если они не имеют доступ к обучению, если они не имеют доступ к обучению, если они не имеют доступ к обучению и иммунизации, то, что последствия будут действительно чувствовать. В 87 странах среди детей и подростков в возрасте до 18 лет лишь один из девяти был инфицирован COVID-19. Однако этой цифре радоваться не стоит. Если болеет один, закрывают на карантин весь класс. А возможность выходить в онлайн есть не у каждого ребёнка. ЮНИСЕФ в Молдове, как и во многих странах мира, пытается исправить это, вступая в партнёрство с Минздравом и Минпросветом. Для этого специалисты советуют развивать трёхсторонний диалог между учителем, родителем и ребёнком. В фонде ЮНИСЕФ настоятельно рекомендуют не разрушать эту цепочку, чтобы качество образования и качество защиты подрастающего поколения от инфекции COVID-19 было максимально высоким в эти нелёгкие времена. В этом году в 140 странах мира треть детей не смогли сделать плановые прививки и из-за карантина не получили возможность лечить инфекционные заболевания амбулаторно. 265 миллионов детей не получали школьного образования. Всего, по данным фонда, к ноябрю закрытие школ из-за пандемии коронавируса затронуло 572 миллиона учеников, что составляет 33% от всех учащихся по всему миру. На сегодня это всё. Со свежими новостями «Первый в Молдове» вернётся в понедельник. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»!